Hi my students! Как мы говорили в прошлых записях, основой всякой науки и практики эксперимента является мировоззрение. То есть, как сейчас модно говорить, парадигма. И мы должны быть поэтому встать на какую-то основу и придерживаться какой-то парадигмы определенной, которую мы должны выбрать. Вот здесь мы для начала хотелось бы посмотреть в историческом плане, что у нас было до настоящего времени и что вот за круглые даты сейчас идут. 25 лет как переворот в стране сверху произошел и установился вместо социализма и капитализма вопреки референдуму о сохранении СССР развалили СССР и начали по своим квартирам растаскивать все это добро, которое было накоплено общими народными усилиями всенародными за 70 лет нашей социалистической жизни. Ну что вот, какой итог можно вот за 25 лет этот провести? Какой итог? После победного шествия империализма, после 91 уже у нас империализм стал сразу же, по России с опорой на религию и экуменизм, с возрождением тысяч храмов, полной ликвидации материалистической оппозиции. Какие успехи? Ну, первый успех это то, что Россия по уровню ВВП откатилась со второго места в мире на седьмое. Сейчас мы на седьмом месте по ВВП и все время падает вниз. Это дна не видно, потому что тут есть люди, которые ищут дно, ну их мы называем подонки просто по-русски, они все время ищут дно и не находят его. Резко сократилась численность населения, особенно среди русского населения, как результат прямого или косвенного геноцида. Ну об этом уже все знают и на международной арене, однако никто противодействует этому. Если бы, допустим, какую-нибудь другого малого национальности начнут притеснять, то это сразу же вся общественность мировая поднимется на дыбы. Но что касается русского населения, то есть полный молчок. И все эти международные организации, они затыкаются где-то сразу, видать у них тоже русофобия. А почему? Почему к русским такое вот везде, вот везде нас ненавидят, вот русских ненавидят. Почему? Потому что все нам должны. Если ты все время пользовался результатами, как говорится, из-под русских все тянул, то, конечно, ты ненавидишь, ведь отдавать же надо. А отдавать-то не хочешь, значит, надо либо убить этого русского, которому ты... Ну, тоже обычная криминальная вся эта система, это все понятно. Поэтому вот русских ненавидят, потому что русские никому никогда вреда не делали по жизни. Ничью территорию не занимали насильственным образом, а только по приглашению. Но мы сейчас не будем в это вдаваться. Какие еще итоги? Резко возросла преступность. Такой преступности такой не было. Пьянство, наркомания. Особенно среди молодежи. И как следствие появления... Это следствие чего? Следствие появления безработицы, ликвидации здравоохранения, введение платного образования, медицины, соответственно, и качество, и вот образование резко упало. Остановлен научно-технический прогресс из-за утечки мозгов. Ну, вместо этого мы ориентируемся на воровство этих ноу-хау иностранных, на закупку или прямое воровство. Вот случай группы Чапмин, мы знаем этих юных разведчиков, которые там по Америке сразу их схватили, конечно. Ну, вот методы-то остались те же, как и раньше, эти порочные методы-то. Но раньше они были на основе, когда была научная общественность, мы первое место по математике имели в мире. А сейчас, когда уже все растеклось, осталось вот одно вот этот вот метод воровства и закупки, конечно. Научные достижения мы воруем. Ну, вот, а качество самых научных работ в какое стало? Вот у нас есть такой сайт, Диссернет называется, Диссернет. Там есть Заякин такой, руководитель этим делом. Этот Заякин, он уже вскрыл такие нарушения по диссертации, что они касаются и депутатов, и руководящих всех кадровых работников. Оказывается, у них все списано, все диссертации. У некоторых под 100% списано. И вот он сейчас это дело раскручивает, но это только он, как говорится, снимает маленькие пеночки, потому что он касается только экономических диссертаций, которые вот наплодили в последнее время, и социологических диссертаций. А что касается научных, то здесь непочатый край. Особенно, что касается секретных, слов секретных диссертаций. А их же море там. У нас эти конституты секретных. Они же как грибы были. Сейчас их сократили немножко, но все равно это уровень там диссертационный, очень высокий. Там столько академиков, сколько всего. Но не в этом дело. Вот такой итог. Один из итогов. Теперь рейтинг вузов России в мире упал. Вот и естественно, что это катастрофически упало. Дальше сократилось сельхозпроизводство. Появилась зависимость от импорта даже в семеноводстве. Что, в общем-то, в семеноводстве у нас при советской власти от такой зависимости не было. У нас семена даже академики выводили все время новые сорта зерновых. Ну, это видно, что у нас по качеству хлеба. Мы сейчас видим, какое у нас качество хлеба. Далеко ходить не надо. Какой хлеб был при Сталине. Ну, это мало кто сейчас помнит при Сталине этот хлеб. Вот в Москву-то ездили все за этим хлебом. Дальше. В результате бандитской приватизации. Ну, это сейчас даже власть у нас подтверждена, что приватизация была бандитская. Но отменять мы ее не будем. Как уж все так и будет. Создался паразитический класс. Работающий только на вывоз сырья и капиталов. Заработанных на сырье и налогах. По утверждению профессора Делягина, доктора экономических наук, у нас где-то вся промышленность, вся недвижимость, все недра, земли и так далее, все это в собственности оформлено в офшорах. Все в офшорах. И где-то вот он подсчитал, что десятки до 60 триллионов долларов, триллионов, вот эта собственность, вся на эту сумму там оформлена, если общие подбить бабки. Поэтому там какие-то виолончельные эти 2 миллиарда, это, как говорится, на семечки. Просто на семечки. Дальше. Власть стала криминальной. И некомпетентной особенно. Ну, взять вот дело так называемого табуреткина, мы называем такого табуреткина. Сейчас вот еще деревянных дел мастер, вентилист появился. Ну и вот в эту бабу у нас был такой баб. Это вообще феноменальная личность. Березовский Борис Абрамович, что какие творил дела. Ну и всякие там питерские авантюры. Это мы все знаем. У нас в интернете вся эта информация есть. Документальные. А олигархи и их семьи проживают за буграми. Дворцы. Построены дворцы. Ну вот эта вот нефть, которая из-под нас выкачана. Ренту же нам не платят нефть. Сырьевую ренту, как обещали, там же было положено. По этим сырьевую ренту нам платить. Ну это же сколько уже 25 лет. Мы ни копейки от этого нефтедолларов не поимели. Ну это другое дело. А в Норвегии там совсем наоборот дело. В Норвегии там всем делится. На книжке складывается малому ребенку, там старичку последнему. Все это нефтедоход весь делится пропорционально. В практику вошли политические убийства. Такое очень при советской власти, что политическое убийство. Ну это конечно было времена, когда были у нас эти подпольные всякие троцкисты, Зиновьицы, потом там Ежовы, там Верии и так далее, и так далее. Было кое-что. Но здесь, кстати говоря, преувеличено. Мы потом об этом остановимся. Ну а сейчас уже простых журналистов стали, как говорится. К радиоведущих, телеведущих и так далее, и так далее. Ну и последний вот случай вот с Немцовым. Тут уже было. Это что вообще прямо на мосту укрепляет, это же безобразие. Вот это из раздела политического убийства. Дальше. Высшее руководство, их ближайшее окружение, поставили свои цели обеспечить финансовое благополучие США. Покупают за счет сырье, их пустые эти расписки, векселя пустые, которые ничем не обеспечены. Финансовую это их макулатуру покупают. И миллиардами, триллионами средств вкладывают и прощают долги третьим странам. Вот недавно почти на миллиарды Азербайджану простили это долги за то, что оно напало на Армению. Они поощрили их, я не знаю, как это считается, как поощрение, что ли, наказание. Срезали им долг Азербайджану. Но это другое дело. За это Россию ненавидят, потому что все ей должны. Я об этом и говорил. Далее. Коррупция стала государственной политикой. Постоянно озвучиваются размеры взяток вместе с курсом долларов. Он все постоянно по радио слышит, что курс доллара такой-то, а средний размер взятки по стране возросло. Да столько. Указывает уже сколько надо котлету эту заносить. Уже это по радио озвучивается официально. Дальше. Что полезного привнес вот у нас этот технический прогресс, кроме вот этих гаджетов. Они от слова гад. Гад. Вот это гаджеты, да. Гадство это все. В чем оно выразилось? Вот приезжает, допустим, там внучка, приезжает там правнучка или внучка, и вот у нее коробочка эта, вот она сядет за стол, и вот эти вот кнопочки клопов давит, 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 давит на этом. И она даже слова не разговаривает там за столом, ничего не спросит. Отвешивает она да, да, нет, нет, все. Все. Человек увлечен тыканем вот этого клопа. Польза от этого есть, от этих гаджетов-то. У нас общество-то внутри семьи-то уже, получается, нет уму-то никакого. Вот. И дальше получается следующее. Вот. А эту оценку, которая вот у нас, вот эта вся привнесенная, закупленная технология-то, и вот эти все наши, даже бытовые приборы. Вот недавно я по журналам побывал на круглом столе в Институте философии Академии наук. В секторе как раз теории познания, которым руководит Владислав Александрович Лекторский. Ну, и его команда там. Все доценты, кандидаты юной девушки Пирожковы там и Труфановы. И вот о чем они там беседуют. А вот говорят, что, вот, пожалуйста, вот у Елены Олеговны Труфановы что там заявляют. Вот если раньше, говорит, холодильник Саратов, то он до сих пор работает. А сейчас вот эти вот навезли все из-за границы, собираем тут эти. Пять лет и все дальше выходит из строя. Это вот я не сам выдумываю. В Институте философии вот об этом говорят. Все серьезные люди. Доктора, кандидаты наук. Вот это вот у нас результат за 25 лет. Вывод какой? И при этом на основании референдума мы имеем полное право считать, что мы те же граждане СССР. Законы-то не отменены и СССР. Официально они так и не были отменены. У нас же даже собрано параллельное правительство во главе с Тараскиным. У нас есть такой Тараскин в Рио президента СССР. Вот здесь он в интернете. Вот есть он. Тараскин наберите. У него документы все есть. Все оформлено. Юридически все в ажуре полностью. И он везде доказывает, что никакой закон не отменялся. И все на местах должны исполнять законы СССР. А не вот эту новую конституцию, которую приняли все незаконным путем. И все мы являемся гражданами СССР. У нас гражданство никто СССР не отменял. Наше гражданство. Законодательно не было бы мы лишены гражданского этого. И не присвоен нам новое никакое гражданство. Поэтому вот такие дела. И стоит вопрос о том, что нам нужно переходить на новую парадигму, на новое видение мира, обратившись опять же к старому. Как вот мы перешли, через империализм мы приходим к царизму. У нас были заявления. Кто заявлял? Вот уважаемый кинематографиста тогда, Никита Михалков, он царя хотел уже там, царские останки. Они лелеяли там с Немцовым. Все эти вопросы решали посадить вот эту вот, ну, какого-то отпрыска там, Романова посадить на престол. То есть вот это получается повторение, как Маркс писал, повторение истории в виде фарса. Второе повторение истории. То есть опять царь, опять ситуация такая же. Но ситуации, надо сказать, действительно, вот сейчас 16-й год, такая же ситуация была и во время войны, Первой мировой войны. Выше всего руководство, весь состав был коррумпированный. Все было коррумпировано. Все рушилось, хозяйство все рушилось, разруха. Цены все росли, даже снабжение продовольствием населения. И война кровопролитная велась. Так у нас война-то у нас, может, с войны не вылезаем, с 91-го года. Первая чеченская война, вторая чеченская война, она сейчас в Сирии. Вот это вот конфликты, все конфликты, все у нас, туда помощь. Вот, пожалуйста, Украина. Почему Украина? Потому что все же почувствуют, что мы вот своя нация, вот мы можем, мы сами можем определиться. Опять же, как, если бы они сказали, вот мы отделяемся и сами работаем, свое государство поднимаем, и становится оно благополучное. Но они же как, они опять хотят прислониться к кому-то, к Европе. И вот эти вот голландцы-то, они же поняли, они проголосовали против. А не поняли, что такое хохолы, извините за выражение. Ну, украинцы, они же хитрые, очень хитрые. Как говорится, где прошел украинец, там уже даже и евреи делать нечего. Поэтому они полностью лягут, вот, ну, свинцовой такой, вот тушей на эту всю Европу, украинцы, как они висели на России раньше. И сейчас они же все у нас, вот, пожалуйста, кто тут у нас украинцы, везде у нас украинцы, пятой колонны. От Матвиенко начинаю, вот это там, от верховного самого комсомольского главнокомандования. По стакану-то у нас. Вот, от этого, начиная, и все до низов у нас на О, все Ко-Ко-Ко-Ко-Ко. И кругом Ко-Ко-Ко сидят. Ну, куда это прислониться-то дальше им? Конечно, здесь они, им хочется и тут урвать, и еще к Европе, чтобы, мы же культурные люди, чтобы, мы же, как Европа, мы же, вон, как поем, хорошо. У нас, и фашизм, пожалуйста, у нас фашизм есть, вот Бендера, это же, ваш, наш. И чего еще у нас, все есть, капитализм у нас есть, и землю, пожалуйста, мы вам продадим, вот где там это, компания Шеврон продали, это Луганскую и Донецкую республику. И вот играется, чтобы там население опять тоже вышибить, потому что осталось, и начинать там свои разработки. Вот такие дела. Поэтому вот парадигма такая, социальная-то, напряженность большая, холодная война, горячая война, новые войны, информационные и так далее. Все это приводит к нам с необходимостью, как вот Ленин, вот в промежутке между 5-м годом и 8-м годом, 9-м годом, как раз поражение революции 5-го года, над чем он задумался-то? Ему бы задуматься, вот где денег прихватить и так далее, вот как Парвус-то. Парвус же первую революцию делал вместе с Лениным, с Троцким. Идея перманентной революции принадлежит Парвусу. И вот он Парвусу стремился все денег-денег на революцию набрать, чтобы газеты публиковать, все это информационную войну вести. Троцкий, кстати, от Парвуса многое. Это его, считай, Парвус-учитель Троцкого. Он взял от него все, что можно было. Но Ленин-то он занялся не этими вопросами. Он занялся именно вопросами познания, теории познания, парадигмы. Особенно в связи с тем, что как раз с 5-го года началась новая, даже не с 5-го, а с 95-го, когда у нас электрон открыли. Вот с открытия электрона у нас началась новая научно-техническая революция, которая была вот тогда, в тех годах, и закончилась в 5-м году специальной теорией относительности и электродинамикой высоких скоростей. Вот здесь вот и появился такой момент, что масса-то стала переменной. Инерционная масса, она стала переменной. Она стала зависеть от скорости движения. И даже при приближении скорости света эта масса как бы исчезает. Вот нету все, было электронной, нету. Появилось излучение. А если два электрона-позитрона, то всего два кванта, и нету никакой материи. А кванты не имеют массы, массы не имеют. Масса покоя имеется в виду. Но с другой стороны, наши же ученые показали, вот Ленин-то это все знал. Он был близок к Ленинградскому электричественному институту ЛАТИ, который Ульянова Ленина потом назвали. Даже одно время он там прятался где-то в аудиториях от охранки. И вот он это все знал, что несмотря на то, что они генерируют электрон с позитроном, получаются чисто два кванта, но это поле, которое нематериально казалось бы одной, имеет световое давление, оказывает световое давление, что было показано в соответствующих опытах наших физиков. Когда направлялся пучок света и крутильные колебания, крутильные весы давали отклонение от действия света в вакууме. Вот такая парадигма, она с одной стороны, когда материя начала исчезать, мах, вылез мах. Ну, мах кто-то, инспериментатор, физик, он хороший физик, все. Вот число маха и по распространению звука он много сделал, и другие вопросы он решал. Ну, как философ, вот осмыслить, он начал это обобщать. Вот мы же как вот что-то такое получили, и мы сразу на всю Вселенную это начинаем обобщать. Этот вот ничтожнейший опыт, не разобравшись, не связав с окружающим, как говорится, пространством этот опыт, с другими опытами, мы начинаем обобщение. А здесь надо разобраться. И он вот не разобрался, он вообще свел все к тому, что, как вот сейчас многие у нас и часто к этому приходят, у нас же сейчас махисты тоже одни кругом, махисты. В институте философии сидят махисты, они прямо это развивают дальше учение маха. В МГУ сидят махисты на кафедре физики, там Владимиров такой есть, вот. Он пишет все время учебники по физике, новую физику и так далее, и туда вплоть и духа запихнул, и все замесил. Вот так вот получилось у него варись, варись, кашка. Варись и не ленись. Вот. Тебя уже тарелки и ложки заждались. Потому что заказ какой социальный. Опять появился огромный этот институт религиозный, фидеизм и так далее. Вот это давление на общество, появилось огромное давление с тем, чтобы на бюджет, конечно, сесть. Потому что вот эти все церкви, они требуют же вложений материальных, огромных. Кроме того, вот эта вот вся эта обслуга этих всех религиозных обрядов, это же все дорогого стоят эти все обряды, оперы-то эти все. И к чему это все сводится? Все опять пришли к этому философу, который Ленин говорил, Беркли, этот епископ Беркли, который считал, что материи нет, а есть наши только ощущения, которые в нас. Вот ощущения, комплекс ощущений. Вот это вот есть материя. Заменяет материя. А материя лишняя, это уже дуализм получается. Надо вот новые элементы, это вот составленные из комплекса, комплекс вот этих ощущений. Вот такая была ситуация на рубеже веков того века, 19-го и 20-го. Сейчас у нас рубеж 20-го, 21-го. Ситуация, как говорится, повторяется в точности. Опять новые явления, опять новые элементы мира. Это вот этот бозон Хиггса. Потом новые элементы, это гравитационные открыли волны. Ой, как это хорошо, гравитационные волны, всё это. Всё это, это новая парадигма складывается. И опять парадигма-то оказалась махисткой вся, на махистской основе. Почему? Потому что командует, сейчас уже командует, откровенно стал. Фидеизм уже командовать в науке, залазит туда, в эту науку. И если ты вот не напишешь там, то тебе ничего не пройдёт. Вот таким образом, как раньше, вот диссертацию. Я представил, когда диссертацию. Ну, что-то в введении написал диссертацию. Надо написать, что 20-й съезд КПСС, решения такие-то. Вот мы в соответствии с этими решениями. Ну, то же самое и сейчас. Вот только нужно вот благодаря тому-то, тому-то мудрому руководству Единой России. Мы вот достигли таких высот. И вообще мы впереди тоже планеты всей. Мы такие хорошие, пушистые. Мы не воруем, ничего мы не воруем. Мы наоборот все только всё пользуем. В общем, нашу эту всю копилку. К тому-то на яхту, тому-то на дворец, тому-то на это. Всё у нас, всё коммунизм у нас. Тут в нашей ячейке вот коммунистическая, тут приозёрная система. Вот такие вот парадигмы. И в точности такая же ситуация. И нам чем надо заняться? Мы как хотим быть специалистами, учёными, нам надо встать на одну из точек тоже среди. Материалистическую или идеалистическую. Вот об этом Ленин и писал. В своей работе «Материализм и империкритицизм». Он там чётко разделяет, что если человек беспартийный, то ему совсем беспальзняк заниматься вот этими философиями и парадигмами, и этими всеми осмыслениями. То есть человек тупой, он заведомо тупой, потому что он беспартийный. Поэтому мы на какую-то партийную точку зрения должны встать в этом вопросе. И мы должны встать на ту позицию, которая не противоречит никаким историческим нашим документам и нашему материалистическому мировоззрению. Сейчас мы вот и попытаемся это доказать. Но в одной лекции у нас не получится. Мы сначала рассмотрим нашего дорогого Ильича, к которому мы вынуждены вернуться. И в контексте исторической материализма, эстмата, мы должны рассмотреть всю эту предысторию. Откуда возник этот человек? Кто он такой этот? Владимир Ильич Ленин. Какая у неё история? Почему он вот в глуши, родившись в глуши Симбирской, обыкновенный мальчик Ленин, как писал Маяковский-то? Время, начинаем, про Ленина рассказ. А вот потому, что он обобщил вот в этой работе материализма и империокритицизм весь тот опыт материалистический и идеалистический, кстати говоря, он там папинник хороший идеалистом поставил, обобщил этап, который до него. И показал он там, что, как была 2000 или больше там лет, начиная там с первого государства возникновения, философия была партийна. Так она и сейчас остаётся партийной, эта философия. И мировоззрение, оно всё партийно. Оно отвечает интересам определённого класса людей. Противоречия какие есть? Рассовые есть, национальные есть, классовые противоречия. Вот. Классовые какие противоречия? Классовые между трудящимися и эксплуататорами, вот этими паразитами, которые нам дают вот 100 рублей, а ты принеси 200. Через год принесёшь 200. Занесёшь 200. Так вот, вот это паразиты. Дальше, какие ещё у нас паразиты, которые из-под нас выкачали, нефть продали, мы заработали. У нас в банке официально, вот в офшоре лежит это, мы заработали, мой дворец заработан, мы же нефть прокачали, мы всё организовали, вышку поставили, трубу провели, всё. А то, что это земля-то была, как говорится, общественная, нет, сейчас уже общественную нет. Мы бы вам отдали ваучеры по 25 рублей, всё, и катитесь, вот. А две Волги мы вам обещали это, идите лесом, как сейчас вот модно выражаться. Вот такие дела. Поэтому мы должны обратиться к истории. И к истории мы должны основательно обратиться. Почему именно Ленина считают, сейчас совершенно искажённый образ этого Ильича. так же, как он у нас был елейный, был образ при социализме, мы его елеем, замазали елеем этого нашего Ильича, он у нас в Меду лежит, там в Мавзолее, как Эхнатон. Кстати говоря, аналогия-то, она вот историческая, такой вот спираль-то, она как раз, Эхнатон, это правильно, это аналогия вот этого нашего Ленина. Что сделал Эхнатон? В Египте было многобожие, жуткое количество богов. Ну, это считается, что богов это партии. Каждый бог отвечает. Это соответствующие партии, соответствующие служители, там и вся обслуга и так далее, и храмы свои и так далее, под этого бога. И это партийная, вот такая была многопартийная система, как у нас сейчас, вот сколько там партий, 4 партии в доме, да, ну, еще около нее трутся партии 10 еще таких, на подхвате, которые разрешенные. Вот это такое, это, как считают, много богов, многопартийная система. Так он перешел на однопартийную систему. И начал, один бог, вот есть вот рай, и все вот это. Или там, какой вот один-то бог есть, и все. И дальше это было постепенно. А через несколько лет он вообще, слово бог, он затирал на этих самых табличках, везде на колоннах, на стеллах, везде слово бог затирал. Оставил слово царь. То есть царь, вот есть небесный, это царь, это мой отец. И я, это его сын, по аналогии, вот допустим, с христианской религией, когда вот отец там наверху, спустился Иисус Христос, и он вот проповедует вот это христианство. Вот Эхнатон, он тоже проповедовал то же самое. Ему поклонялись, падали перед ним, просто плашмя падали все, бывшие эти, многопартийцы все перед ним, ложились вот, перед Эхнатоном, перед этим. Вот это был крупнейший переворот, и это впервые было в истории введено Единобожие. Ну, сейчас оно у нас, торжественно оно шествует, это Единобожие, во многих религиях, тоже в иудаизме, и в мусульманстве, и в христианстве, в арамических религиях и других. И во многих других тоже религиях, которые знаем на земле, многочисленные. И вот аналогия такая. А что Ленин сделал? То же самое он сделал, казалось бы, парадоксальные вещи. Не надо никакому Богу... Вот смотрите, сколько у нас этих фидеистов, он сказал. Фидеистов, это же мощные организации, эти вот церкви, сколько служащих. Они так опиум, народу опиум раздают. И доход на одних свечках тысячи процентов. Вы представляете, на свечке тысячу процентов получает доход на одной свечке. Это фантастика. Это супер доход. И вот, значит, такое же было и при Ленине тоже, но там еще было круче. Потому что царь, помимо там патриархов и так далее, начал принимать своего вот этого Распутина, которого вот этого. И получился конфликт там внутри церкви. В результате того церковь начала ревниво относиться к самому царю. И это было одной из причин его свержения. Ну, плюс, тоже был человек, он, как говорится, добрейший человек был это Николай Второй. Но мы не об этом говорим, а говорим о Ленине. Почему Ленин появился, почему он возник? Возник он как раз вот на той основе, что вот эти все религии, они развиваются по какой-то тоже, по ступеням развиваются. Они не плавно развиваются. Вот достигнут как культуры, переходят на следующую ступень. И они развиваются не в сторону на пользу народу. Они начинают развиваться, как у нас металлургия раньше развивалась. Вот эта металлургия, она у нас при социализме развивалась сама на себя. То есть, они металл выплывут, опять они прокатные станы, эти мартены, и так далее, и так далее, эти бессимеры, все это делают сами, этот металл опять превращается в эти металлоплавильные печи. А там металлоемкость огромная. И все время, где-то процентов 80 металлов, у нас посчитали потом экономисты, 80% металлов, металлургия работает сама на себя. Нефига. Вот так же и церковь тоже. Она в начале, вроде, она близко к народу, все это так далее, а потом она начинает оторваться, считает, что она приближается уже к Богу, она святей, святей, и у них там святой такой, святой такой, это пресвятой, особо святой и так далее, и так далее, и там высоко очень святые. А в этих документах, первоначальных, что интересно, документы-то они под это не меняют. У нас вот это вот, отличается в этом отношении коммунистов, они все время подтирали эту историю, как при Хрущеве там, новые документы стряпали, так, чтобы оправдать хрущевскую точку зрения. Подписи Сталина ставили на расстрельных списках, вместо Хрущева подписи стирали, писали Сталин расстрелять. Вот это было при Хрущеве. А этим нельзя церковникам, там какая-то есть тайна, еще у них пружины, которая запрещает им очень сильно подтирать, они подтирают, конечно, подтирают, но не так уже нагло, как это при Хрущеве было, в партийные документы они подтирали. И получается дальше уже религия начинает сама на себя, и у них это выражается в чем? Начинает много по площадям молиться. Золотые одежды все, вот, ага, это сначала такой под золото, а потом почему не золото? Давай эти кадильницы золотые, ведь можно ведь Богу служить. Это же все мы для Бога, красоту такую наводим, и под это дело вот масоны-строители, они очень хорошо пристроились, у них ручки такие прям до работы, так вот очень, они так хотят это работать, всю красоту наводить, потом ее тут же сразу разрушают, следующие дальше лепят. Движение и все, конечные цели не что. Одну церковь разрушает, следующую строит. И вот так испокон веку, и под конец она уже, церковь начала, что они надеют? Прямо людей кидают в костеры, в костерах всех, книжки, в костер, людей этих, коперников, там, Жорданов, Брунов, ну, а что это? А одни говорят, и колдуни, какие-то там знахарки, какие-то там ведуньи, это веды, что-то веды какие-то, на костерах всех, все, сбросили. Вот такой же фанатик. И тогда, значит, в революцию, вот уже все это, система. У нас был такой в деревне, Корчагин, дядя Саша Корчагин, но он был уже 85 лет, он до революции еще помнил, эту деревню все было, в деревне это и была церковь, там храм стоял большой, и он вспоминал, что, говорит, только подоешь корову, коров подоешь, ляжешь-приляжешь, уже тебе из церкви вот этот дьякон стучит, давай на заутреннюю, чтобы пришел на заутреннюю, значит, надо чего-то тащить туда, молочка там туда, и они практически, ему, говорит, не высыпались, говорит, то на заутреннюю, то на обеде, и уже эти молитвы, вот так вот, и они уже стали, кроме того, они же начались топтать всех баб, которые есть там, кровь-то играет, это жеребячий сословие-то работает, и вот они перетоптали там все вокруг деревни, и народ, ведь Ленин тот же среди игущей это и находился, он был адвокатом, он специализировался тоже как адвокат по юридической части, он эти все обстоятельства все знал, все это было известно, исторически известно. Далее, Ленин же родился в Симбирске, и у него отец был директор всех учебных заведений в Симбирске, а директор гимназии, где учился сам Владимир Ильич, его сын, был отец Керенского, вот фактически директором Ленинской гимназии, где Ленин учился, был отец Керенского, а Керенский был, знаете, что это масон, председатель временного правительства, февральской революции, когда произошла, он был, а потом уехал в Америку и прожил там до 94 лет, в 70-м году, кажется, он только скончался, и то он сам заголодал, из голода помер, а не от болезни, а просто захотел помереть, и все такое, и прочее. Ну-ка вот, значит, взаимоотношение какое? Этот директор училища, тот директор над всеми, как бы, РАНО, председатель РАНО, ну, естественно, Володя-то, он в школу-то не ходит, а он экстерно все сдает, он очень грамотный, в семье говорят по-немецки, маму у них очень оригинального сословия, вот у мамы-то, родословие у них очень оригинальное, кстати, мы должны это дело проследить, вот у нас Владимир Ильич Ленин, вот так у них, если что, будет видно, это я тогда прочитаю, если не видно будет, вот Бланк, Бланк и Ульянов, вот, Илья Николаевич, Ленин-то сам в 70-м году родился, в 1870-м, ну, в 24-м, знаете, что он помер, а Бланк, вот Мария Александровна, но она, на самом деле, это мама его, очень мужественная, так, женщина, руководила хозяйством в семье, она в 35-м, в 1835-м родилась, а в 16-м году, представь, в 1916-м, как раз во время войны, первого, но она была не Мария Александровна, точнее была, если правильной было бы, она Мария Сруловна, или Израилевна, Мария Израилевна, ну, понятно, там на Волге жили люди разные, и там было местечко, где вот проживали несколько десятков еврейских семей, и там жил Бланк Александр Дмитриевич, на самом деле, он был Срул, или Израиль Мойшевич, он был врач-физиотерапевт, в 1801-м или в 1804-м родился, и в 1870-м, как раз в год рождения Ленина, он помер, это мы рассматриваем материнскую линию, материнскую линию Владимира Ильича Ленина. Кто же, кто у него была, жена у этого Бланка, срула, неизвестно, вот, по крайней мере, вот, где я читал на сайте, Ротвид, есть такой сайт, Ротвид, это неизвестно, а кто вот, отец был у него, у него был отец, у нее был отец, у Марии Александра, у Бланка, у отца Бланка, то есть, дедушка у Ленина был Бланк Александр, а прадедушка, по материнской линии, Бланк, Мойша Ицкович, но он крестился потом, выкрестился в Дмитрие, в 1763-м родился, 1852-й год, вот он хорошо пожил, пожил 80, 80 с лишним лет, да, 89, почти 90 лет прожил, и у него был отец, Бланк Ицек, Бланк, Ицек, Бланк, это значит, мама, потом, мамин папа, мамин дедушка, и мамин прадедушка, Бланк Ицек, вот все они жили в деревне, вот эти вот Ицек и Бланк, это были деревенские люди, но были, занимались торговлей, особенно известно про этого Бланка, Мойша Ицковича, он такой был очень властный, хулиганистый, и вот с этим, с Александром, они все время ругались и судились даже, и Александр выиграл в суде, тогда против своего отца, и он на всех стучал ходил, на своих же евреев там, с которыми они жили, на всех стучал, всех ругал по страшной силе, и был очень несносный характер, но такой ругачий характер, он потом перешел, вы знаете, что перешел туда он, это энергетика, но дошло до того, что он там воровал у них сено, у этих своих соплеменников, потом поджег 11 домов, и немножко свой чуть-чуть, поджег и притушил сразу же. Эти, значит, на него все соплеменники-то, евреи подали в суд, но он занес, как вот сейчас вот, занес котлету туда, и все, его оправдали сразу же, потому что он торговлей занимался, деньги у него были, а когда он крестился, у него чуть не там, этого бланка Александра, когда крестил, крестные родители, у него уже не были князья какие-то уже там, вот он до того там доторговался, у него в крестных родителях был какой-то князь даже, фамилию не помню, на род вид вы почитаете. Вот это по материнской линии, какой у нее был папа, какой это, а мама у него, по материнской линии у мамы, у Ленина, значит, мамины, бланк Мария Александровна, у нее мама была Гросс Шопф, то есть бабушка Ленина по материнской линии Гросс Шопф. Вот такая вот Анна Иогановна. Гросс Шопф. Вот я специально здесь покажу Гросс Шопф. Гросс Шопф, 1810-1838. Вот у этой бабушки, значит, вот эта линия очень интересная. Гросс Шопфу Аган был. Дальше посмотрим. Это отец этой бабушки, Анны Иогановны. Она прожила недолго, но родила много детей. Среди них вот Мария Александровна. Ее мама была фамилия Эстет. Я это говорю, чтобы были новые, вот среди каких фамилий. Он был окружен вот этими всеми корни, вот эти корни, да, знаменитая фамилия Эстет. Эстет. Так, это мама ее. У нее отец был также Эстет, конечно, Эстет. А мама была уже другая фамилия Борги. Борги или Борги. Ее звали. Борги. Вот это у Эстет. 1845-1790. А у нее уже был Карл Борги, Нивелия Анна Бригитта. Нивелия. Фамилия новая уже. А у нее уже неизвестно кто. А у Эстет, да у самого, у нее были родители такие. Эстет Карл и Нимани, Беата Нимани. Тоже новые фамилии. Тоже у них неизвестно дальше, куда корни идут. А вот у Карлота Борги, у него известны Монсон Петр и Кнут Дотар Анна. Вот это родители. А Монсон, ну, конечно, это два имя. Монсон Петр и Монсон Борги тоже. И Кнут Дотар, ну, дочка Кнута Анна. И вот у нее Борг у Ткнут. А дальше неизвестно. Вот. И дальше продолжение. Мы рассмотрим на другой стороне вот эта ветка, интересно. Грашоповская. Самая длинная ветка. А Грашопа и Агана. Вот у нас, вот этот, вот у нас идет Иоганн Грашоп. Так. 1766-1822 прадед Вилла. Вот у него родители. Грашоп Крестов. 1736-1783. И Эдлер Кристина. Женская часть. 1735-й. Неизвестна кончина. У Эдлера, у этой Эдлер Иоганн Адольф. Отец. Его корни неизвестны. Известны, но, может быть, нам неизвестны. А у нее, у Грашопа Кристофа, значит, Гюнтер, Абель Гюнтер. Тоже неизвестное рождение. А вот Грашоп и Ахим известны. 1704-1769. У него уже был вот Грашоп и Аганн Юргенс. И Шеринг и Елизавета. Видите, новые фамилии идут. У Шеринга, Елизаветы, были Елизавета Хофер. Это уже по-английски пошло. И Йоханн Кирикус, Сирикус Хофер. Хофер. Это уже 1605-й год родился. Вот у Елизаветы Хофер, у нее был отец, а, нет, мать, Гертруда Беккер. Я тут неправильно. А, нет, Гертруда Беккер, это как бы, да, это материнская линия. А вот здесь у нее была Магдалена Круза, новая фамилия. У нее неизвестно, кто был отец. А Мария Гранзен, это у нее была мама. Это была у нее мама, Мария Гранзен. Где мы остановились-то? Ага, Гюнтер. В общем, короче говоря, прочитаю дальше, здесь тяжело показывать. Магдалина Мария Гранзен, тельсики Круссельман, Арман Басадоу и тельсики Плесков. Вот тельсики Плесков. И дальше идут Йорданы. Йордан первый, Джордан второй, Джордан третий, Плесковый. И эти Плесковы идут с 1362 года до 1425. И от Плескова появились, от Арнольда Плескова, который с 1318 года. Я почему вам и говорю, что хочу вывести интересный очень факт. Вот он, Арнольд Плесков. 1318-1362, по-моему. Вот 1318, это как раз год рождения Сергия Радонежского. Так вот, когда Ленин учился в этом самом училище в Симбирске, он входил в общину, было общество Сергия Радонежского. Представляете, какая интересная? А никто об этом не знал. Мало того, когда я просмотрел рукописи Ленина, мне показалось сначала, что почерк, конечно, ужасный, там всю эту букву не разобрать. Но когда я начал этот почерк изучать с помощью вот этой книги, энциклопедии медицинской, здесь есть диагностика, справочник. Взял справочник, открыл его и смотрю. Диагностика по почерку. Здесь баллы пишутся. Общее качество почерка оценивается. Соединение букв в слове. Сила нажима на бумагу. Направление строчек. Форма букв. Размер букв. И наклон букв. Вот эти такие параметры. И на каждый параметр есть по три варианта. И на каждый вариант свои баллы. Так вот у него этот... Вот она диагностика по почерку. Диагностика по почерку. Вот у него 66 баллов набралось. И здесь для этих 66 баллов такая характеристика дается. До 72 баллов люди с таким почерком страдают от неврозов. У него это дохарактерно. Он психованный был товарищ. Очень высокомерно иногда себя ввел. Особенно с представителями эксплуататорских классов. Говорил. Неврозов склонны к ожирению. Но он плотненький такой был. К аллергиям. Проблемы с желудцем и кишечным трактом. Они часто ведут малоподвижный образ жизни. Ну это естественно. Когда вот пишешь такой империализм и империкритицизм. И сидишь в библиотеке, то это конечно сидящий образ жизни. Тут даже он на велосипеде ездил. И тут мало помогает от дома. И он за 9 месяцев написал этот труд. При этом использовал более 250 авторов. Ну это авторов. А у каждого автора написана не одна книга была. Иногда ему приходилось прорабатывать целый спектр этой литературы. Ну и перед этим он конечно ввел еще философские тетради. Он там записывал, конспектировал работы, которые он читал. Вот это диагностика попучек. То есть он более-менее нормальный, только нервный был человек. Какие же у него были данные, что он был такой гениальный-то, Ленин-то? Ну мы обращаемся к Пифагору. Это древний был человек, который выводил формулу. У него была основа это цифры. Оцифровать он мог все. Как у нас сейчас цифрует тоже все. И Пифагор это начал. И вот он оцифровал характеры. И связал эти характеры с цифрами, датами рождения. И получилась такая матрица Пифагора. Вот у Ленина вот такая вот матрица Пифагора. Я ее записал в строчку. 1, 5, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 0. По его дате рождения. Первая, значит, характеризует она характер. Ну характер такой у него был единичка на единичку. А энергия вот кипучая. У него пятерка энергии. 5, 2. Интерес нулевой. Ну интереса к стране у него действительно не было. У него была сверхзадача мировая революция. Как мы знаем. А на Россию, на Россию, говорит, мне наплевать. Мне нужна мировая революция. Вот такой интерес. Физическое здоровье было хорошее. Там две цифры. Две четверки. Ну вот по логике здесь нулевка полная. И что характерно, созвучно с отзывом Керенского, который отец Керенского учил Ленина. И он, именно отец Керенского, единственное в аттестате ему поставил, единственная у него была четверка, это по логике. То есть, несмотря на то, что он был блатной, сплошняком блатной, отец начальник был у него над этим, над Керенским. Несмотря на это, вот логика, действительно, вот когда читаешь империализм и критеризм, это заметно. Там написано очень тяжело. Как, впрочем, и все его работы, они отличаются. Логичность там плавает сильно. Ну и дальше вот земля, ему нужно было физически работать. Удача у него была, удача. Чувство долго было. И что интересно, с умом, с памятью у него была нулевка тоже, нулевка. И вот говорит о том, что несмотря на то, что вот такой вот гениальный оказался бы, а оказывается, это был обыкновенный человек, только под конец у него вообще с памятью стало, у него сосудов. И это по наследству, видать, генетически было, потому что отец умер от инсульта в 55 лет. У него был инсульт головного мозга тоже. И вот генетически, наверное, по отцовской линии ему эта вот болезнь передалась. Поэтому он все время писал цитаты, он очень много цитат писал, записывал, записывал, записывал. Его литературное наследие огромное. Поэтому вместо памяти вот у него были такие записки. Вот такая-то предыстория-то характеристика. Не знаю, стоит ли это принимать во внимание или не стоит, это я не знаю. Но такое исследование я провел. Во-первых, по богословию у него было пятерка. То есть человек лучше знал всякого богослова, и лучше нашего патриарха он знал богословие. Ну вот, что богословить? Основная книга, которую мы сейчас признали, вот у нас святой книгой-то, вот она вот. Это называется Holy Bible, или как она называется? Крига Священного Писания. Вот она у нас, издание Московской Патриархии, 1982 год. 92-й год, да. Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Вот мы, как там вот эти Беркли, все это все, и Махисты, и другие все идеалисты, они как говорят? Что сознание первично, а материя это уже потом вторичное. Начало сознания. А материсты говорят, ну, где-то давай, приложись и починись с помощью своего сознания, поди водопроводный кран почини. Невозможно это им понять. Далее. Они даже договорились до того, что вообще только один... Салевсисты вообще утверждали, что никого нету, только вот я вот один родной, вот и все. А все вы дураки, вы вокруг меня, только вы, вы мое, только мои мысли, мои ощущения. А отражаетесь в мою мозгу, и вот, вот только вот мои ощущения, все. Это салевсизм. Ну, если взять даже по этому священному Писанию как основу, то здесь мы должны признать, во-первых, сузиться мы должны. Как мы должны сузить наш размер рассмотрения? Мы должны ограничиться только вот нашей землёй и небом, который над нами. Дальше не смотреть. И рассмотреть по времени только тот момент, который вот мы называем сейчас большой взрыв, когда появилась материя, когда появилась нулёвка. Вот это наше время, временная нулёвка и материальная нулёвка. И движуха появилась. Вот это у нас, вот от этого отсчёта мы должны считать. А дальше что? Дальше 7 условных там дней. 6 условных дней, а 7 воскресенье. И вот мы в этой, в этой, предположим, конструкторе вот этой Вселенной. И мы за эти 6 дней всё создаём. Что мы сначала там создаём? Небо и землю создаём. Да будет свет. Потом создаём там, разделяем сушу от воды. Воду одну, другую туда, другую туда. И у нас появляется суша. Мы на сушу уже сеем травку, потом кустарники, постом деревья, дающие плоды. Потом мы начинаем живую душу разводить, там присмыкающихся, всех и так далее. Это уже живая душа появилась. А потом на 6 день, глядишь, мы по образу своему и должны кого-то там создать, чтобы управлял всем этим хозяйством-то, которое тут мы создавали, там, допустим, боги-то. И вот отсюда мы должны плясать от сотворения мира, от этой книги. И здесь получается первично, что касается человеческого сознания. Ведь речь всегда идёт о собственном, нашем человеческом сознании. И об этом же говорит и Мах, об этом говорят и Беркли, об этом и Лебедзе, об этом и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Сталин, и Мау Цзэдун. И все на свете говорят, что речь идёт о человеческом сознании. Так оно появилось только вслед за появлением самого человека, созданием. Когда вот он задышал этот человек, вот у него появилось сознание. Он начал отражать эту реальность. Но о том, как это вот создавалось всё вот с идеалистической точки зрения, но более-менее реально, это я вам говорил, когда пролебнется монадологией. Вот там у него стройненько так всё изложено, как вот эти монады, они все взаимодействуют. Свойства этих монад и так далее. Это приближённо к реальности, как вот взаимодействие между мыслящими существами. Кстати, теория отражения, это Ленин полностью взял у Лебедзе без ссылки. Так же, как специальная теория относительности срисована была с ошибками. У Панкаре и у Лоренца, и у других товарищ был такой вот, Эйнштейн, он срисовал тоже без ссылок. Он вообще не ссылался, он на себя любимого только ссылался и всё. Вообще ссылок на работу никакие не делал. Также вот Ленин, он отличал, нет, он делал ссылки большие. Но вот этот вот момент, что касается Лебедзе, то он на него ссылается только в философских тетрадях. И то уже информацию, пережёванную Марксом и Энгельсом. И, видимо, сложилась у меня точка зрения, что Лебедзе вообще не читал, а только с подачи вот, со слов Энгельса, Марс о нём судит. Ну, это и понятно, потому что труды Лебедзе, они же были разбросаны по письмам, по всём. Массанель, она не занималась Лебедзем, она наоборот его... Это даже писал Дидро, энциклопедист французский, что... Дени Дидро писал, что говорит, это самый обдираемый из всех учёных, которого все дерут и никто на него не ссылается. Вот здесь была такая же тоже песня. Ну, здесь мы должны встать на точку зрения ленинскую, то есть материальную. То есть вначале было... Земля была создана. Кто её там создал? Мы не должны его имя в суе произносить. Но наше сознание возникло вслед за материей. Сначала Бог создал небо и землю. Вот. И то есть первичное – это материя на земле. И если какой-то священник скажет, нет, первичное – это человеческое сознание. А если он скажет «Божье сознание», то почему ты занимаешься Божьим, когда ты живёшь на земле? А как же мы же не от мира сего? Мы же ведь... А из другого мира. А из другого мира почему ты занимаешь вот здесь у реки место, рыбку ловишь там, и пользуешься нашими всеми банками, пользуешься, покупаешь в магазинах всё, пользуешься трудами людей, почему ты не от мира сего, а натягиваешь на себя золотую одёжу. И собираешь все эти храмы, вот эти у нас и кууны, всё это, всё это не от мира сего. Эти сказок не надо. Вот эти вот, которые говорили вот так вот, они цеплялись на свои эти вот утвари золотую. Они были как ветки, вот они внутрь вот росли. Вот яблони, вы сажали яблони? Яблони, когда сажаются, у неё некоторые ветки растут в стороны, и они не загораживают солнцем, внутрь яблони проникает. А некоторые ветки начинают вот расти, прям вот так вот, внутрь, и они перегораживают свет основному стволу и основным всем веткам. Так эти ветки вот просто отсекают эти ветки. Ну, потом их, конечно, используют, могут прививаться они куда-то, к другому дереву, а могут они просто и в это, в залу сжигаются и так далее. Также вот и вот эти вот священники, они начинают затенять общество. Они своей фигурой начинают, даже, мол, наша тень исцеляет людей. Но мы ещё не видели, чтобы кто-то, допустим, проходя мимо того же патриарха, исцелился там или какого-нибудь, он мёртвого оживил. Хотя, поэтому, вот это его обязанность, вот она. Если вы обязанность свою не выполняете, то какой вы, извините, первосвященник? Тут требования к первосвященнику определённые и очень строгие. Если вы не выполняете, вашу как ветку эту отсекают, рясу с вас снимают и трудится, как Сталин и делал, и Ленин так же и делал. Куда их девать, таких священников, которые не понимают, что его же сознание появляется после материи. Он вот родился, у него никакого ещё сознания нет. А уже все вокруг него, общество работает. В социологии вся работа, пищу ему производят. Кормят, поют, одевают, учат в школе. А дальше он, я не от мира всего, ну что ты? И начинает. Мало того, что он тебе вправлять начинает мозги. Затеняет. Получается, что наука нам не нужна. Нам нужны дураки, которые писать, не читать, не умеют. И только ходят и покупают у нас свечки. И выполняют все эти наши платные функции, обряды. Вот такая у нас сейчас ситуация. Она же была такая же в 17-м году. Она же была такая, она ещё хуже была. Как рассказывают деревенские люди, простые деревенские. Это хуже было во много раз. Засилие было страшное. Если ты там не пойдёшь, там на службу и это, тебя начинают преследовать. Тебя начинает прессовать полиция, тебя начинают все прессовать. Вот такие вот дела. Вот это было сейчас не пойти в церковь, тогда считалось, это всё равно, что не заплатить за ЖКХ. Попу не занести, это всё. Считай, что ты инакомыслящий. Ни вдоль, ни в русле Единой России работаешь. Вот так вот. Не занёс. Вот это было видение. Мы сейчас рассмотрели саму вот эту историческую канву. И что вот Ленин, в нём собралось вот это по Волжье. Там все же бунтари были, всё по Волжье. И вот вся эта народная злоба, все народные вот эти недовольства. Всё в его характере. Вот пишет Струбе. Кто такой был Струбе, вы знаете, тоже был. Ну, он был сын губернатора, кстати говоря, этот Струбе. Он, Ленин, его страшное дело. И вот воспоминания этого Струбе уже пишут, когда приехал. Он после революции, что сбежал за границу, и там он писал про Ленина отзыв. Что это человек очень холодный, очень злой, высокомерный. На тебя сразу начинает наскакивать. Только войдёт в комнату, сразу начинает наскакивать. И с такими претензиями, что вот невыносимый, что несносные манеры и тому подобное. Ну, это вы сами, ребята, заслужили. Потому что ваша идеология, она мешала рабочему классу выйти на свободу. И трудовому крестьянству, и трудовой интеллигенции, кстати говоря. Которая понимает это, кстати, Библию. Она понимает это буквально, и буквально и творчески. Вот таким образом. Когда мы говорим, что первичное... Ну, это основа. Это основа вот этой всей нашей распри. Распри между идеализмом и материализмом. Материализм говорит по Библии. Что интересно. Материализм в точности придерживается по Библии. Что человеческое сознание возникло после материи. После того, как была материя. Сначала материя высокоорганизованная была создана для того, чтобы питать это сознание человеческое. А идеалисты, казалось бы, они должны точно, вот по букве, они наоборот. Значит, они были, оказывается, еще до Большого взрыва. Где-то там в другом мире. И пришли сюда. Из другого мира. Из параллельного явились. Давайте нам золотые рясы. Мы будем на площадях молиться. И храмы нам строить. И дворцы в Сочи. Дачи нам в Сочи тоже строить. Вот такие дела. Вот где тут правда? Оказалось, что Ленин-то прав. Он со всех сторон прав. И не только Ленин. А все, кто до него был. Материалисты, кто после него. И под конец вот этого введения. Это первая часть только была. Саму гносеологию и всю эту теорию, диалектию марксизма. Это фактически она рассмотрена в работе материализма и империкритетизма. Ленинской работе. Мы ее рассмотрим в следующей лекции. А здесь тоже замечу. Как это происходит в конвергенции. До Сталина, значит, марксистско-ленинская теория, она только улучшалась. И последняя работа даже Сталина была экономические вопросы социализма. Которую сейчас изучают тщательно. Экономисту ее подняли на лопате до уровня, как говорится. Только как икона ее повесить, эту работу. И ей пользоваться и внедрять двухконтурную систему финансового обращения. Внутренний контур и внешний контур финансовых потоков. И после, что произошло после смерти Сталина, после отравления Хрущевым и Жуковым Сталина. Что произошло? Дальше Хрущев, он тоже, казалось бы, за ленинские нормы. Все такое ленинские нормы. И в то же время, те, которые достижения Сталина были получены, еще пока они работали, пока еще эти старые кадры работали, сталинские, оно все было. И как только начал, он целину вот эту осваивать и с Америкой начал эти шашни. И плюс к тому же начал 20-й съезд поливать и топтать этого Сталина. Ну, оправдаться, чтобы они с Маленковым хотели оправдаться, с Молотовым, Маленковым, что они в расстрелах не участвовали. Это все Сталин подписывал, нагородили бумажек там этих ложных. И оказалось, и китайцы возмутились. Все, китайцы же дружба была, не разли вода. А китайцы, ну, что же вы Сталина? Что у нас Сталин вообще Мао Цзадунову приподнял, как говорится, выше неба, выше своего змея. На змея посадил этого нашего Сталина вверху. А вы его втаптываете, Сталин, и вынесли еще из мавзолея. Китайцы начали по общежитиям у нас распространять свои воззвания против Хрущева. Ну, там была часть, конечно, обоснована, но большие претензии, конечно, в том, что там была основная мысль, что после смерти Сталина идеологический центр переместился в Пекин. Ну, может быть, это было и правда, потому что Мао Цзадун был более последовательным, чем Хрущев. Ну, и судить-то очень житейски стало, хотя пенсии Сталина выдавать. Ну, в хлеб стали подмешивать кукурузу, и потом не везде было еще этот хлеб взять. Были большие где-то очереди за хлебом, и большие в результате Хрущева семейным путем его на пенсию. И родственник его, Брежнев Леонид Ильич, он добрый человек, хлебосольный занял, и долго просидел при нем. Немножко эти Сталина начали опять отмывать, приподняли немножко Сталина, и страна еще немножко пожила. Потом пошло уже предательство, уже КПСС, после начала развалиться, уже пришел кто? Зюганов. А Зюганов можно считать материалистом? Нет. Почему? Потому что он уже Маркса отрицает. А Ленина мы вот только вот возьмем диалектику, теорию отражения из Ленина. Остальное мы все возьмем вот из Розанова, идеалиста-то Розанов, и он перешел на махистскую точку зрения. Он стал, ну фактически он стал меньшевиком и засланцем в этой, в коммунистической. То есть он перестал исповедовать материализм. То есть у него стало на первом месте сознание. Вот сознание и все это. То есть он стал исповедовать капиталистическую идеологию. Но по старой привычке КПСС, мол, чтобы за меня голосовали, а я сидел бы в депутатах там. А вот за меня проголосовали когда? Мне власть брать. Как же в 96-м власть-то брать-то? За него 30 с чем-то процентов поголосовало, а за Ельцина всего 2. Куда же деваться-то? Власть 2, ну как он бедный весь обкакался? Ой, я вам отдам. Отдал Ельцина свои голоса. Только меня оставьте в депутатах, я буду на велосипеде ездить и какие-то там вирши писать. Непонятно какие и для кого. Много коммунистов, конечно, верные коммунисты от него отошли. Порядочная вся составляющая КПСС. Она от него отошла. Остались какие? Одни бизнесмены, у которых у него сыновья, у Узюганов бизнесмены, сам он бизнесмен и депутат. Он пожизненный депутат. Почему? Потому что он говорит очень красиво, а голосует он как положено, как надо, как дядя скажет, как дяденька ему скажет. Вот таким образом. То есть у нас сейчас такая же ситуация, когда при Ленине, когда даже основные партийцы, которые были с Лениным, вот они все стали махистами. Они все начали идеалистическую идеологию исповедовать. Они сразу, они все скурвились. А почему скурвились? Потому что в стране очень был рост большой капиталистического производства. И большое богатство было в стране до революции. Народ жил очень исключительно, очень жил хорошо народ. Цены были очень маленькие. На все продукты были все цены. Давали даже бесплатно, потом долги прощали. Такого уровня, как было до 2014 года, в стране еще не было никогда. Даже при Сталине и после войны, это прибрежье, нет, этот уровень был далеко-далеко-далеко-далеко ниже города. Хотя численность населения была, как вот примерно сейчас, вот численность населения в России была тогда. И вот эти вот, те, которые, о чем мы будем бороться-то? Как хорошо, смотри, тут у нас мануфактура есть, кушать у нас хорошо, на нас работать. Мы только вот ходим к профессорам, лекции читаем, вот это. Книги пишем у нас, книги издаются, взоры пропускают. Почему? Потому что мы хвалим фидеизм вот этот, попущенную эту всю хвалим. Оправдываем эти все идеалистические потуги и говорим, что сознание, как же мы, сознание первично. А то, что там вы, там что-то материи у вас не хватает, это вы просто грешите. Идите покатитесь к батюшке, перед Богом помолитесь, может он вас, кафтан там выделит, сапоги хромовые вам выделит. Это материя вторична, самое главное же это же сознание, идея, все. А то, что вы, это вы такие грешные люди. А мы вот безгрешные, поэтому хорошо живем. Вот она идеология-то, она партийная. Так же и сейчас. А что Зигуаном выступать, если он весь в шоколаде сидит? И какой он класс представляет? Да он не будет этот класс представлять. Какие-то там бомжи ходят, там помойкам собирают. Эти самые получают по 20 тысяч какие-то там люди, людишки. Он не будет, он только будет на словах это все. Для того, чтобы из-за него проголосовали, дойти до депутатов. А все дела-то его не будут. Он не будет ни Лениным, он не будет ни Стальным. Он не будет создавать прессу правильную. Не будет эту информацию доводить, громить. Я говорю, сейчас иностранная пресса стала более коммунистической, чем пресса Зигуанова. Вот эта красная всех портянка-то он издает, все это крестные портянки. Вот сейчас на всех улицах выдает, он эти портянки напечатал, где-то денег взял. И уже никто не берет, и старички-то никто этой портянки красной не берет. Потому что там информации нет, там жизненных проблем-то нет. Он не затрагивает. И путей не показывает, как надо бороться-то. Что захватывать-то вперед и как. Поэтому вот такая же ситуация была и с 1905 по 1917 год. Плюс еще война. А сейчас война. Если раньше война, вот эти фукалки, они очень дешево стоили, то сейчас вот этот залп с Каспийского моря до Сирии, он выпустили столько всего, что за Вторую мировую войну все эти деньги за снаряды выпустили. И вот это вот. И поэтому вынуждены были уйти. Снаряды уже кончились. Сегодня нечем. А они очень дорогие. Там же электроники в каждом. Пуды, электроники и цветные металлы, и там и золото, и все. И арсенит, галли, и там и все такое прочее. Полупроводники. Это все золотое. То есть золото вот это все, то, что накоплено, все они туда выбросили. И главное, не попали никуда. Там все так же. Особенно никуда. Но пшик и все. Ну так немножко какие-то там штабы. Это все это. Какие-то 500 деревень захватили. Но в этом вопрос-то не решили эти бомбежки. А затраты? Какая экономика-то войны? А ведь американцы как воюют? Они воюют с прибылью. То есть у них, они снарядов общили, допустим, на 1000 долларов, но должны 10 тысяч получить взамен. 10 тысяч долларов у них они получают. Они в Первом мировой получили, и во Второй получили. И сейчас вот им заносят опять вот. Недавно опять купили ценных бумаг. Наш добрый, вот добрый, добрый. А не его это мордой об грязь, и в грязь его мордой. А он им деньги, а он им деньги ведет. Вот по-христиански. Ему врезали по левой щеке, он поставил право. И сейчас опять подставил, по-моему. Вот такие дела. Так что ситуацию нам надо разбирать. Мы отступим в тот век, в 1905 год, когда Ленин начал, 1908 год. Когда он начал писать империализм и империкритицизм. Вот как раз сто с лишним лет. Это как раз вот этот вот будет один у нас исторический виток. Столетний виток. Как раз, наверное, Солнце около центра масс Солнечной системы один раз обернулось. И на этом закончим мы такой сегодня сумбурный. Но мы должны были исторически понять, что мы двигаемся исторически по спирали. Наша, все время у нас идет, казалось бы, прогресс. Научный прогресс. Но этот прогресс человечеству не дает ничего. И только отрицательно. Уровень жизни в основном населения, 95% населения резко падает. Сокращается население, образование уничтожается, травоохранение уничтожается. Уровень жизни падает. Ну, а то, что мы видим в телевизоре, ну, нам это мы видим геббельскую пропаганду. Там хорошо было сделано. Вот, как мертвый сезон-то кино-то. Помните, было хорошее кино? Там банион не сыграет. Это было показано, как в лагере. Говорят, мы что достигли в лагерях-то? У нас люди траву едят и счастливы. Ну, и сейчас, если кто-то старички помнит, что хлеб какой был при Сталине, был хлеб. А кто помнит, кто у кого бабушка рассказывал, то мне рассказывал, что бабушка, она в позапрошлом веке, говорит, какой хлеб пекли. И какой хлеб был при Хрущеве, и какой хлеб сейчас вот мы покупаем. Вот возьмем в магазине. Это небы и земля. А хлеб всему голова. Вот из этого надо исходить. Если в стране у жителей хороший хлеб на столе, у него, значит, достаток будет. А если суррогат, ирзац, как в Германии, так оно и будет, как в Германии. Получился полный абзац. Всего доброго. До следующей части. До следующей части империализма, империализм. Будем рассматривать. Там очень занимательные вещи.